Хочешь выиграть 100 тысяч кристаллов тогда ставь лайк данному видео подписывайся на канал и напиши комментарий со своим ником более подробная инфа в описании Всем привет дорогие друзья с вами Вайдер и сегодня мы с вами играем на моем звании ну что не звание а сегодня ребята мы будем записывать рубрику без доната вот и записывать ребята я ее сегодня буду не случайно неспроста у меня так будут сразу несколько серий под подряд дело в том ребята то что я вчера после записи этой серии после того как я осмыслил вообще что я буду брать что себе покупать это единственный комплект да про который я вам Помните рассказывал вот я так ребят подумал и решил все таки а зачем мне брать какой-то комплект ну по сути его тоже можно будет взять потом как-нибудь накопить но накопить ребята на него будет гораздо проще если я себе куплю новую пушку я короче вчера опять же зашел пересмотрел посмотрел вот эти всякие видосики стримы где у нас максим и орех там пытались что-то сделать показать про эту новую пушечку интересное рассказать и я там заметил одну такую особенность то что с новой пушкой артиллерия на ребят называется кто не в курсе вот она как нам разработчики обещали что она скоро выйдет эти типа все будет просто все чётенько вот на ней может быть нагибать я ребята действительно так посчитал посмотрел подумал на ней серьезно очень можно можно неплохо нагибать и как раз таки она даже будет чем-то похоже на кого-то рода молотой лечет в этом духе потому что но не знаю ребята предчувствие или нет но что-то мне кажется что краски артиллерия будет нагибать намного-много больше чем страйкер потому что опять же там выстрелить а довольно таки быстрее чем у страйкера он наводится вот это ракетки летят то есть все происходит гораздо таки быстрее и плюс ко всему там по сути можно будет стрелять каких-то различных укрытий препятствий там стать вообще за домик разносить врагов и я так подумал что как раз таки на мультах на этих званиях будет очень изи сливать всех врагов и и я считаю что нужно как раз таки в первую очередь будет копить и на артиллерию вот я ее себя ребят хочу купить и м нулевую мы возможно я уже к тому званию могу себе позволить им первую и поэтому как известно и первое вооружение у нас стоит ну не очень сильно дешево и на них как раз таки стоит подкопить и не знаю с кого звание будет открываться артиллерия но думаю как раз таки к выходу и и я уже себе качну здесь и звонку и кристалликов и будет вообще просто все чётенько кстати играем в довольно таки и зевые катки дело в том что что я все это время где-то минуты две-три смотрел место за противоположную команду то есть за команду красных но на мой на мое удивление никто ребята из команды красных не выходил они уже перенесли сперва был ничейный счет вот вот там было место за синих потом как только на эту катку я кликнул там же счет был 1 0 в нашу пользу ну именно за синих потом и пострелы было уже 20 ну думаю дема давайте по быстрее мне красненькие дайте таки место чтобы я сюда зашел уже попробовал хотя бы затащить от каточку но сейчас вот сейчас как раз таки стоит можно ребят перейти у нас за команду красных давайте это и сделаем но принципе за выигрывающей команду нет вообще смысла находиться если даже мы и проиграем то это уже будет довольно таки неплохо на мой взгляд как раз таки хотел зайти и поиграть у нас только лишь на александровская александровская была единственная вот эта катка которая более-менее такую нормальную смог найти все остальные каточки они либо были там очень сильно большие звонки либо там вообще людей не было по одному чуваку сидят и вот это единственная катка в которой более-менее было как-то и по званочкам по народу все у нас четенько но как раз таки сначала не хотели у нас выходить чуваки за красных но теперь как я понял как они начали тотально проигрывать и тотально всирать эту катку все вот начали содолеваться а с самого начала никто даже не хотел отсюда выходить то есть с самого начала здесь было всем комфортно играть то что не проигрывали проиграли уже несколько флагов и принципе вот такая ситуация довольно таки плачевная в нашем бою происходит но думаю тоже ничего страшненького думаю здесь все привыкли уже что я чуть ли не каждую каточку сливая но в принципе ладно бог с ним это видео я решил записать исключительно из-за того что я как раз таки хотел рассказать на что я буду копить и потому что ну может быть я уже к тому времени когда записал бы следующее видео накопил себе кристаллов на комплект а вы потом задавались таким вопросом типа мол вайдер какого фига ты себе вообще этот комплект не покупаешь и можно было бы видосе потом все сказать да это все круто но я так думаю опять же у нас немногие ребятушки например вот какой-то чувак просто взял досмотрел то видео полностью до конца ли просто концовочку глянул вот а потом этот видос он ну следующий который когда который я буду рассказывать который буду я как раз таки записывать он не досмотрит вот до того момента где я рассказываю почему именно я купил себе не покупая точнее комплекта сейчас катаясь на все том же им нулевом там чуть-чуть вкачано и будь задаваться такими вопросиками типа мол а почему а как зачем и и почему ты не покупаешься им первым вот как раз таки ребята поэтому я себя не покупаем первым первое потому что я себе хочу накопить на артиллерию м1 мои предположения то что эта пушка будет реально нагибать и будет нагибать больше чем тот же самый страйкер когда у нас вышел в принципе на мальках он довольно таки неплохо себя проявляет но опять же это не та пушка с которой просто можно дико нагибать дико можно рвать вот а артиллерия и опять же из чего и ребята вообще сделать такие выводы то что эта пушка у нас будет нагибучая вы просто ребят зайдите на стрим разработчиков посмотрите как там орех разносил чуваков которые просто находится с ним рядом то есть на таком это расстоянии он принципе особо в них не целился особо ничего такого он там не показывал но как раз таки нагиб от этой пушки даже в ближнем бою когда он просто так брал ее стрелял он то есть носил практически всех с одного выстрела даже там харьков вот этих вас пиков он сносил без дэдэшки и я считаю как раз таки если эта пушка у нас выйдет и мы должны на этом аккаунте прикупить себе артиллерию и уже на ней качаться может быть даже я себе и и потом буду им пока шить даже немножечко чтобы так сказать показать нагибчик да на этой пушечке может быть ребята еще что-то будет довольно таки невероятно с этой артиллерии но как раз таки на эту пушку у меня очень большие грандиозные планы и поэтому я решил качать именно и и одра тучи чувак а давайте-ка мы тебя убьем и возвратим ах блин я хотел чуть-чуть подождать чтобы уже наш флагоносец доехал сто пудово к нашему флагу и он его доставил вообще безболезненно но к сожалению к превеликому моему у меня это ребята все дело не получилось ладно бог с ним хотя бы мы достали один флаг и теперь нашим игрокам нашей команде но соответственно и мне перепадет хоть какая-то часть фонда хоть что-то перепадет с этой битвы и это на самом деле уже довольно таки неплохо так братишки где у меня а я знаю то что вот этот чувак у нас не на полах количества хп этому с ддшкой разносил довольно неплохо если вы продаете да не подлечила это будет найсово а его по ходу и зида немножечко подлекал но сейчас мы и виду дисквалифицируем ой-ой-ой-ой-ой-ой вот это не очень круто давайте все-таки свою мощь на 6 смоки м0 вкачаны и на 8 шагов будем выпускать на вот это вот писюна который пытается у нас флаг дернуть эй чуваки 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 стрелять в него просто берите и стрелять и прострелить в красавчики красавчики где же вы были все это время когда нас нагибали так по жесткому у них там кстати и нарчик уже вышел с прям аккаунтом и если бы нам сейчас чуть-чуть еще время подобаете я думаю мы бы их морально сломали переломили и краски этот бой затощили есть например эта катка была бы они на 15 минут а как она она 30 минут у нас бы сейчас было еще 17 половину минут и был бы все довольно таки неплохо и четенько и офигительно так ладно давайте попробуем опять же они и давайте ничего мы не будем пробовать у нас куда-то уходит наш флаг мы они все он уже его потерял и скорее всего отдает боже что мой но почему когда я еду почему когда я взял дроп мне попытается какой-то сраный фриз который сейчас меня заморозил подморозил я щас буду просто как конченый себя вести то есть не будут двигаться как это обычно у нас происходит и буду и сольюсь в итоге сольюсь по полной программе и дроп мой когда который я выцепил у нас на викинге он станет совсем бесполезный кстати ребята что я вам еще хотел спросить стоит ли вообще на больших картах надевать более легкие корпуса потому что они во первых быстрее я прекрасно понимаю то что них меньше количество хп но на стоит ли вообще одевать как раз таки легкие корпуса то есть может быть как раз таки на больших картах просторных решает скорость в большей своей степени если так ребята здесь решает скорость то у меня обязательно об этом напишите в комментарии вы там не много уже советуете чего нужно покупать и если ты играешь без доната а чего не нужно покупать на что вообще не нужно направлять свой взгляд и взор вот а что тебе прям конкретно понадобится вот я ребята ваши комментарии конечно читаю там обращаю на все внимание потому что дарим дарим баланса я ребята играл только у нас без доната сейчас соответственно все время у меня уходит на игру с донатиком у хорошей но просто хорошей но хотя бы один флажочек мы достали отхватили себе довольно таки неплохо место второе место по любому мне кажется будет уже нашей кстати у меня на аккаунте хоть я и играю без нарочки но довольно таки неплохую уп то есть для моего аккаунта упает просто вообще отличная и считать то что я здесь не сданки не выполняю не трачу особо времени как раз такие кристаллов на покупку себе нарки неких комплектов не покупают этих праздничных которых как раз таки тоже даются кристаллы и нарочка на что соответственно тоже можно будет себе купить какой-то комплект вот здесь соответственно вот отталкивать как раз таки от всех причуд у меня очень ребята просто шикарные уп но в принципе да вы сами видите что мы их уже начинаем понемножечку давить то есть они понемножку сдуваются за нас уже заходят более таки нагибчики которые как раз таки играют довольно таки неплохо прям я бы даже сказал очень неплохо если бы у нас хотя бы было еще 15 минут вот если бы катка была создана вообще изначально 30 минут мы бы я так думаю просто по-любому затащили так что ребята в принципе если вы поддержите мое мнение что нужно копить на артиллерию на новую пушку и то что она будет нагибать у нас когда она выйдет даже на мультак даже им нулевая им первое то обязательно пишите об этом комментариях конечно если вам понравилось данное видео вы хотите больше подобных видеороликов то ставьте лайки подписывайтесь на канал кто этого еще не сделал ну а сам был вайдер всем пока пока